Привет, друзья мои! Снова с вами я. И вот сегодня у нас речь пойдет об английских каминах. Это, в общем-то, такая интересная история. Английские квартиры, особенно в старых домах, они почти всегда имеют вот такие вот камины в каждой комнате. И вот, в частности, моя квартира, как я говорила, она у меня такая типичная английская квартира. И у меня в каждой комнате тоже есть камин. Это потому, что не было центрального отопления. Его, кстати, и сейчас нет практически нигде. Используют только бойлеры для отопления люди. Ну и, в общем, раньше использовали вот такие вот камины, которые в каждой комнате нагревали температуру. Вот этот у меня камин, я начала с него. Это у меня камин в маленькой комнате. И он действующий, скажем так. Другое дело, что я его не пользую. И его до меня никто не пользовал. Потому что, как вы видите, вот ковролин туда заведен прямо под самый туда огонь, где должен быть огонь. Это, в общем, неправильно. Тут сразу будет пожар, как вы понимаете. Здесь должна быть площадка такая противопожарная. Какая-то из плитки или из чего, из мрамора. Ну вот, тем не менее, вот этот камин, он не переделан. Он, я тут просто повесила, видите, для красоты штучку. А вообще-то это вот, вот так вот он выглядит. Тут даже какая-то надпись. Я не, к своему стыду, ее не читала. Вот, он чугунный. Это вот вьюшка туда, она открывается. И вот, к сожалению, там все забито пеплом и всякой золой. Поэтому действовать он пока, к сожалению, вряд ли будет. Ну вот этот камин имеет мраморное основание, как вы видите. Он довольно-таки простенький. Бывают камины вообще супер. И мраморные, и деревянные огромные. Из каких-то монолитных бревен, бывает, составляется. Из кирпичей. В общем, кому как нравится. Потом очень любят их украшать. Всяко, конечно, англичане в основном свечами, фотографиями. Ну и кто как. У меня, в общем-то, ничего тут не украшено. Потому что эта квартира у меня, эта комната у меня, она будет сдаваться, как я уже говорила. Вот. Ну и обычно вот такие вот вещи, зеркала какие-то висят тоже перед камином. Это тоже почти всегда. Ну вот, мы перешли в другую комнату. В мою большую комнату, зал так называемый. И вот я вам показываю мой второй камин в этой комнате. Он у меня уже переделан. Он газовый, видите. Тут поставлен газовый камин. Вот такой с искусственными какими-то углями. Вот он вот так выглядит. Он горит. Сейчас у меня работает, потому что холодно. Дубак у нас. Вот. Ну и, в общем-то, какое-никакое, но тепло от него есть. Он выглядит вполне, по-моему, даже ничего. Вполне даже замечательно. Вот тоже вот такая вот история под Крисмос на Новый год. Вот обычно тоже англичане очень любят украшать именно камины. И вот вешают сюда подарки. Такие, вы знаете, я уже вам тоже говорила, носочки такие, какие-то специальные от Деда Мороза. Варежки, носки. Вот они висят вот здесь вот над камином. И детки бегут, собирают там конфетки. Вот. Это продолжается вся вот эта вот традиция. Ну, а я этот камин у меня, он вот здесь деревянный. Он был желтенький. Я его сама перекрасила, так как у меня как-то я хотела квартиру, комнату эту иметь в таких белых тонах. Вот я его тоже перекрасила. Вот. И, значит, вот сделала вот такие вот виньетки. То есть я их тоже заказывала. Они деревянные. Вот. Вот я их тут наклеила. Я считаю, что он стал выглядеть более так как-то поинтереснее. Если кому не скажешь, что я сама сделала, так и не догадаются. Но я его еще хочу состарить немножко. Я его хочу. Вот это его, значит, позолотой какой-то покрыть. Вот эти вот виньетки. Ну, в общем, буду еще заниматься. Я люблю это дело. Мне это нравится. Ну, и вот последний, третий камин у меня. Он, в принципе, схож. Он тоже мраморный. Видите, серый мрамор. Он тоже простенький. Он схож с тем, который у меня в маленькой комнате. Я вам показывала. Но он уже абсолютно не действующий. Хотя, в общем-то, тут вот остается дымоход. Его можно преобразить, если кто хочет, и сделать опять действующим. Но я не думаю, что я буду этим заниматься. Вот у меня, так как это кухня, так тут, конечно, никаких украшений нет. Здесь просто то, что мне необходимо у меня храниться на камине. А зеркало, вот я, видите, тоже вот рукодельница. Вот таким вот образом. Вот я это зеркало украсила ракушками. Мне это очень нравится. Ну, а сам камин, как я вам уже показывала, он у меня играет роль кладовки сейчас. Он такой довольно-таки глубокенький. И у меня там вот хранятся, так как кладовки никакой нет. Вот такие вот вещи. Хотя, конечно, некрасиво. И надо это все тоже как-то переделывать, преобразовывать. Но это, наверное, все дело на будущее. Ну, и вот еще один, наверное, момент, который я вам хочу показать. Я как-то, вы знаете, даже забыла об этом. Я думала, что, наверное, вы об этом знаете. Но, похоже, что нет. Вот такие вот розетки трехфазные мы имеем в Англии. Англия же у нас она специфическая, вы же знаете. Вот трехфазные розетки. Мало того, что трехфазные розетки, они расположены у самого пола, вы видите. И они имеют выключатели. Это все вот для безопасности, так считается. Вот в другой комнате то же самое, вы видите, да. Вот такая вот розеточка у меня. Это такая вот особенная специфика Англии, английских домов. Вот эти трехфазные розетки. И они вот так вот с выключателями. Ну, и последнее, пожалуй, что я хотела сказать. Это то, что вот здесь дома английские. Они абсолютно не держат тепло. У них непонятно из чего сделаны стены. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот это несущая стена. Вот окно. Вот несущая стена. Вот мы. Слышите, что творится? Я даже не знаю, что происходит. То есть это, вероятно, какой-то тут утеплитель или что. Я не знаю, что. Но стена очень тоненькая. Она, по-моему, в один кирпич или в полтора кирпича сделана. Благо, что здесь у них нет таких морозных зим. Но абсолютно не держат тепло эти квартиры английские. Вот если я целый день сегодня буду камин жить. Вот я его с утра включила. Этот камин у меня будет гореть целый день. Убухаю огромное количество денег туда в трубу. А если я выключаю на ночь, то утром у меня квартира абсолютно холодная. И ничего этот не держит тепло. Ну, а так как тепло не держится и такие очень тоненькие стенки, то, как вы понимаете, звукоизоляции тоже нет. И это тоже очень меня удивило и очень странно. Потому что я могу слышать кашель соседа, смех, телевизор и все остальное прочее. Так, ну вот я вас привела еще, что привела у самой входной двери. Хочу вам показать то, что у них используется очень часто вот такой ковролин. И он используется практически прямо вот от входной двери. И по всей квартире у меня вот этот вот светлый ковролин. Вот он, в общем-то, где-то в кое-каких местах уже немножко, наверное, все-таки надо подчистить. Но, по идее, он выглядит вполне себе даже ничего. Вот он везде по коридору, этот ковролин у меня. Вот он у меня на кухне ковролин. Вот здесь он у меня в комнате ковролин. И большой. Этот светлый ковролин. Вот они это очень любят. Может быть, даже оно и правильно, потому что хоть какое-то тепло сохраняется. И не так холодно ногам ходить. Чистится он вполне себе нормально. Ну, вот, пожалуй, единственное, вот этот ламинат, он стоит у меня... Ой, линолеум, то есть он стоит у меня в туалете. И очень холодно, скажу я вам. Я просто даже боюсь на него наступать. Я туда сразу перескакиваю на коврик, когда хожу. Поэтому ковролин, я думаю, они используют-то и правильно. Ну, вот, пожалуй, друзья мои, все, что я вам хотела сегодня рассказать. Здесь, вот я вам показываю, у нас погода отвратительная на улице. Дождь с утра льет. По-моему, то ли 0, то ли 1 градус. Тепла. Вот такая вот зима. Это типичная английская зима. Ну, а мы с вами встретимся в следующий раз. Пока-пока. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok